Мы продолжаем нашу ежедневную рубрику, коротко о важном. Я, все еще кто смотрел меня вчера, одел свой Пуримский ряд частично, чтобы продолжить говорить о важности темы Пурима. Для тех, кто не в теме, евреи празднуют Пурим. Интересно, у нас почти все евреи мира празднуют Пурим в один день, в этом году это было воскресенье, а евреи Иерусалима празднуют на следующий день. Называется это Шушан Пурим. Я не буду сейчас тратить время, почему и как, но тем не менее, например, у нас в Нью-Йорке Шушан Пурим, такой полупраздник в том смысле, что, например, мои внуки, их школы и садики не работают, видимо, чтобы учительницы отдохнули, а, соответственно, бабушки и дедушки должны напрягаться, потому что внуки сейчас у меня дома, потому что садик и школа закрыты. Я имел возможность сегодня поразмышлять и прийти к выводу важному по поводу Пурима, который поможет и евреям, а также остальным оценить интересные моменты. Каждый наш праздник имеет много измерений, некоторые из них очень важно осмыслить, они как-то могут проходить так подсознательно. Вот, глядя на ленту в Фейсбуке, я понял интересную штуку, что есть такое явление, которое евреи где-то там себе развили, а остальные хорошо было, если бы развили тоже, глядя на евреев. Так вот, глядя на ленту в Фейсбуке, я вижу, что вчера, особенно это хорошо, что было в воскресенье, очень многие евреи использовали Пурим для того, чтобы сделать то, что у нас по Америке называется семейный реюнион, то есть встреча семьи. Дело в том, что в принципе, чтобы семья встретилась, нужен какой-то специальный повод. Обычно мы даже если живем недалеко от своих близких родственников, как бы все заняты своими делами, и поэтому в принципе, ну как-то так просто встречаться, к сожалению, нет повода. Еще более грустно иногда, когда там раз вам сколько-то лет умирает кто-то из членов семьи, то все съезжаются и говорят сакраментальную фразу, жаль, что мы видимся только на похоронах, потому что так все заняты и нет повода приехать. Так вот, например, у меня есть там замечательная там знакомая там ученица и коллега, Лея Бялик, допустим, у них там в Бруклине живет три сестры, все мои хорошие знакомые, друзья. Я увидел, что вчера, например, они все там надели пуринские костюмы и собрались где-то, и все вместе встретились, фотографировались там с мужьями, с детьми и так далее. Ну не со всеми, по крайней мере с теми, кто доехал. Вот, и я понял, что это действительно классная идея, что иметь повод хотя бы раз в году встречаться со своими среди близкими родственниками, по крайней мере, в том числе с близкими географически. То есть у Леи, там, например, две двоюродные сестры, это не супер близко, но достаточно близко и приятно встретиться. И это был хороший повод. Поэтому, по крайней мере, повод встретиться раз в году, это лучше, чем повод встретиться на похоронах. Во-первых, это не так часто, во-вторых, ну, как бы там на похоронах, кстати, люди встречаются с грустным видом, потому что, ну, тема уже очень нерадостная. А Пурим как раз наоборот. То есть, судя по фотографиям, все были веселые, там, кривлялись, веселились, даже кривлялись в фотографиях на Фейсбуке. То есть видно было, что им было приятно порадоваться встрече друг с другом. Теперь, о чем это говорит? О том, что, вообще говоря, не только у евреев это хорошая идея, и поэтому вообще хорошо бы, если бы, ну, как бы такой феномен, как семейные посиделки или как в Америке, я уже сказал, называется Reunion, происходил там, ну, хотя бы раз в году по какому-нибудь поводу, то есть придумать какой-нибудь день там встречи семей или еще чего-то. Вот, но это действительно очень замечательное явление, и оно очень полезное и для духовного и эмоционального здоровья. И я очень, так сказать, был бы рад, если бы люди, не обязательно на уровне народа, но отдельных семей задумались и придумали повод встречаться там, повод встречаться по какому-нибудь поводу. Вот. Тем более, что, вот, видите, в этом году это совпало с воскресеньем, стало сильно легче, но в целом можно это сделать воскресеньем, просто вот там раз в году спланировать там или раз в несколько месяцев, чтобы это чувство семьи было важно. Ну, более того, я уже сказал, что я сейчас участвую в программе, называется там «Чувство рода», такая полушаманско-каббалистическая, и это феноменальная вещь, потому что усиливает очень заметную энергию человека, идущую от рода. Вот, поэтому тема рода, она целительная во многих смыслах, и иногда для этого не нужно платить деньги на семинар, а нужно просто пообщаться со своими родственниками. Теперь вторая очень интересная тема. Я вчера участвовал вместе с женой в прогулке по соседским семьям, раздавая подарки, шалакмуносы, и в этом был очень интересный момент. Во-первых, иногда эту заповедь отдают детям, и это тоже неплохо. Но я вчера был, у нас дети уже выросли, самая младшая сейчас в Израиле на семинаре, средняя ушла по своим делам, остальные двое женаты, и поэтому мы со своей женой, точнее с женой со мной пошли выполнять эту митцву, раздавать подарки. Теперь, в этом был очень интересный момент. Я поняла, что все в курсе, например, что на прошлой неделе было очень сложное событие в мире, это теракт в Москве, или под Москвой, с этим самым крокусом. И хочу сказать, что это явление, оно резонирует во всем человечестве, или по крайней мере во всем европоориентированном, или западноориентированном. И есть такая сложная реальность, что чем человек более духовный, тем он больше ощущает какие-то процессы окружающего мира. Поэтому, например, в этот шаббат я общался со своим древнейшим коллегой, партнером Рафтамиром Зальцманом, и мы оба, так сказать, вдруг сообщили друг другу синхронно о том, что в пятницу, днем, вдруг обоим нам стало очень как-то так нехорошо, и когда мы узнали, что произошло в этом теракте, мы поняли, что на нас как-то этой волной накрыло. И не случайно, кстати, в воскресенье в России объявили траур, то есть многие еврейские организации России отменили свои веселья. Но у меня было очень такое ощущение, что первые полдня у меня было очень внутри неприятно, и было такое странное, вроде Пурим, но вот этот самый осадок, или этот фон смерти в прокусе, он очень сильно давил, и у меня было очень неприятное ощущение. Более того, как я человек, который ловит вайб верхних духовных миров, то у меня просто была такая большая заглушка, такой махинкотнут, то есть просто очень неприятное чувство, которое для меня было особенно важным. И что было хорошего? Что когда жена говорит, пойдешь со мной раздавать подарки, я сначала думаю, не, я не хочу, что-то все там тоскливо плохо, но Бог меня любит, я потом в какой-то момент говорю, все, я пошел с тобой, пошли вместе. И произошло чудо. С каждым визитом в очередную дружескую семью, у нас там было пять семей, после каждого визита у меня становилось легче, 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 где-то после второго, третьего я вдруг ожил, и к концу наших визитов я почувствовал себя, что я снова в почти нормальной форме, и для меня это было очень знаково, потому что когда человек и так не то не все, то он может не заметить, что происходит. А когда у него такая заметная аномалия, то исправление внутреннего гармонии души это очень заметный и важный, и, я бы даже сказал, судьбоносный элемент. И поэтому я понял, да, что вот эта еврейская традиция раздавать эти подарки, она несет к себе целительство, потому что мы заходим к друзьям, и раздавая подарки, мы как бы выстраиваем с ними новые отношения какие-то, не новые, просто приятные. И это действительно ценная вещь, особенно сейчас, в то время, когда эти черные лебеди в виде... Сейчас, внучок может пошуметь? Нет. Вот. Является необходимым элементом целительства. Поэтому в целом действительно, даже можно иногда просто, когда вам нехорошо, хоть взять какой-нибудь подарочек, пойти в гости. Более того, там интересно, у всех наших друзей, там дома были жены, которые мамы семейств, и вообще еврейская мама, это потрясающий феномен, и когда мы с ними всеми очень дружим, и когда они там радовались, что мы к ним пришли в гости, это вообще, когда к тебе в гости приходят хорошие друзья с приятным, улыбающимся видом, с красивым костюмом иногда. Нина, тихонько я... Подожди. Вот. То это потрясающе по смыслу явление. И поэтому вот эта раздача подарков и обмен визит с гостями, оно является особенно важным именно в такое тяжелое время, как сейчас. И поэтому я, в принципе, готовлю длинный видеопост по поводу пропуса. С роликом тихонько. И ждите материала. Он будет всем очень важен, но это пуримские два явления встречи родственников и с подарками, они являются потрясающим по ценности явлением, которое, в общем-то, доступно любому человеку. И поэтому я нас всех поздравляю с тем, что у нас есть пурим, и желаю всем научиться этим опытом пользоваться и оживить свою жизнь. Спасибо. До встречи в большом материале.